В нашем регионе с каждым годом все более остро стоит вопрос нехватки воды. За последние 10 лет объем водных ресурсов в стране уменьшился на 12 процентов, а в этом году на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Высокий уровень расхода электроэнергии и воды при выращивании хлопчатника и зерновых культур. В частности, на обеспечение работы свыше 5000 насосов для орошения 2,5 миллионов гектаров земель ежегодно расходуется 8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и 2,4 триллиона сумм бюджетных средств. На подачу воды насосами на 1 гектар земли из бюджета тратится в среднем 800 тысяч суммов. Вследствие бороздкового метода полива каждый год на полях нерационально используется около 5-6 миллиардов кубометров или 20 процентов воды. Да, самая главная проблема в сфере отмечена на совещании, что на протяжении многих лет вода была бесплатна и потому она использовалась расточительно. Кардинально изменить положение дел цель водной реформы последних лет, когда вопрос рационального использования ресурса вышел на повестку дня. За последние два года президент и правительством было принято 11 постановлений в этой сфере, созданы все условия. Но проделанную работу нельзя назвать удовлетворительной. Так водосберегающие технологии пока не внедрены на 285 тысячах гектарах, что составляет 7 процентов земель. В этом плане имеются отставания на местах, особенно в Кашкадаринской, Бухарской, Хорезмской областях, Фуркатском, Букинском, Чинаском, Сардабинском, Тахтакупырском, Караузякском, Казбинском, Козырыкском, Мозарабадском районах не реализован ни один водосберегающий проект. Главой государства подвергнута критике деятельность руководителей, не внедряющих водосберегающие технологии. «Если мы не добьемся экономии водных ресурсов, снижение себестоимости, мы не сможем обеспечить конкурентоспособность любой сельскохозяйственной продукции», – сказал президент. В числе приоритетных задач, озвученных главой государства, привлечение в сферу иностранных специалистов, новейших технологий, солидных инвестиций. Эти три направления, цитата, «решают судьбу отрасли». На совещании критически проанализирована работа по управлению водными ресурсами в республике Каракалпакстан, областях и районах. Обсуждены необходимые задачи. Запланировано довести в следующем году площадь земель с водосберегающими технологиями до 600 тысяч гектаров. Дано указание о выделении на эти цели необходимых средств из государственного бюджета, предоставлении субсидий для покрытия части затрат предприимателей, а также о предоставлении кредитов фермерским хозяйством и кластерам через коммерческие банки с привлечением средств международных финансовых институтов. Отмечено, что система предоставления субсидий для широкого внедрения капельного рожения себя полностью оправдала. Широкое внедрение водосберегающих технологий приведет к росту спроса на них. Однако мощностей 13 предприятий, производящих такие технологии, не хватит на покрытие прогнозируемой потребности на следующий год. В связи с этим перед ответственными лицами поставлена задача создать предприятие по производству соответствующего оборудования в Самаркандской, Ташкентской и Наманганской областях. Благодаря инновационному для сферы решению лазерному нивелированию земель кластерам удалось при возделывании более 3000 гектаров снизить расход воды на 20-25%, удобрений на 15%, а также повысить урожайность минимум на 10%. Глава государства подчеркнул важность широкого, повсеместного использования данного опыта. Налаживание лазерного нивелирования хлопковых, зерновых и рисовых полей. Министерству финансов поручено выделить из Фонда развития сельского хозяйства не менее 250 миллиардов суммок кредитов для внедрения данной технологии. В нынешнем году объекты водного хозяйства в Куйчерчихском, Нарпайском, Булунгурском, Сардобинском, Нишанском, Казбинском районах переданы предпринимателям на основе государственно-частного партнерства. В них реализуется типовой проект. Это позволит модернизировать объекты и значительно снизить эксплуатационные расходы. На совещании поручено реализовать аналогичные схемы и в других регионах. Еще одна проблема, препятствующая рациональному использованию воды, заключается в том, что сегодня автоматизированными системами контроля оснащены лишь 2% из более чем 3000 водоизмерительных постов и 2,5% из 400 крупных водных объектов. В связи с этим Министерству водного хозяйства поручено внедрить автоматизированную систему контроля воды в режиме реального времени в 150 постах до конца текущего года и во всех постах, начиная со следующего года. Как известно, в этом году отменены льготы по водному налогу для сельскохозяйственных предприятий. При этом ставка налога на водопользование снижена на 50%. Президент подчеркнул необходимость сохранения этих льготных ставок и в следующем году. Определены задачи по приведению методологии расчета норм орошения в соответствии с требованиями продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН-ФАУ стимулировать потребителей, установивших счетчики на воду. Ассоциация «Узбек-Балэксануат» указана на необходимость развития рыбоводства в коллекторных водах. Поручено расширить гидрогеологическую разведку на основе наманганского опыта и эффективно использовать подземные водные ресурсы. Особое внимание на совещание уделено вопросу развития науки и образования в области водного хозяйства. Отмечалось, что важно привлекать ученых к строительству и реконструкции ирригационных и мелиоративных сооружений. Они будут участвовать во всем процессе от подготовки предпроектной документации объектов до их ввода в эксплуатацию, а также научно и технически сопровождать строительство. Интеграция науки и практики позволит тщательнее разрабатывать проекты. Руководители профильных министерств и ведомств Хакима областей и районов представили информацию по обсужденным на совещании вопросам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова